Сижу за решеткой Мы, это Илья, Сашка и я, участники группы «Съедобные и несъедобные» вскормлены в неволе. Мы путешествовали по странам и весям, что-то ели, что-то пробовали и с вами этим всем делились. Теперь такой возможности нет, все самоизолировались, но выпуски-то остались, которые мы сняли. И вот мы сегодня хотим показать вам одну из венских наших зарисовок, где будут рецепты, которые вы можете прекрасно приготовить в самоизоляции. Они колоритные, вкусные и не такие, чтобы очень сложные. Да вам и сложные сейчас по плечу, делать все равно нечего. Я зачем все это вам рассказываю, предваряю? Потому что некоторые наши зрители, подписчики, люди, скажем так, наивные. Ну, или неважно. Они видят, что я иду по Барселоне и говорят, как? Изоляция, он, почему он там, почему он где-то? Ребята, бывают такие ситуации, когда что-то снимают заранее, а потом показывают. Понимаете, как это? То есть сначала сняли, потом показали. Ну, там, например, когда президент вас поздравляет с Новым Годом, вы верите, что он стоит под елочкой и башенкой за пять минут до Нового Года? Верите? А вас не удивляет, что у него пар изо рта не идет? Или вы думаете, что это святой дых? Святой дух? Нет. Может быть, это чуть раньше записали, а вам уже показали? Нет? Все должно быть живьем. Так вот, предвосхитил я крики. Как он не изолировался? Я изолировался. И сейчас хочу показать вам наш блог из Вены. Готовьте по нашим рецептам. А эта пандемия скоро закончится, и мы сможем путешествовать, попадем в ту же Вену. Помните, был советский анекдот, что общего между иммигрантом и наркоманом? И тот и другой мечтает попасть в Вену. Вот, давайте мечтать попасть в Вену, когда все это, хрень эта вся, закончится. Смотрите наш выпуск. И что это за девушка, которая пишет письма, чтобы заниматься сексом? Да, я думаю о людях. На здоровье. На здоровье. Коэффициент благосостояния венчанина в два раза выше, чем россиянина. Не хотел я заканчивать Путиным. Спасибо, Илья. Не за что. Но я не про это хотел сказать. Друзья, я блогер. Вихрь. Воронка. Водоворот. Как это красиво все звучит. Кулинарный водоворот любви. Вот про что я сейчас вам сказал. Сидя на прохладной улице у открывающегося на ваших глазах окна в городе Вена. Это, если вы не знаете, столица Австрии. Именно здесь, в Вене, в 1696 году был изобретен знаменитый на весь мир шедевр кулинарного искусства кондитерского венский штрудель. Или в переводе вихрь, воронка, водоворот. Еще это называют штрудель выпечка влюбленных кондитеров. В общем, где как не здесь снимать историю и рецепт этого замечательного блюда, которого, говорят, обожал Зигмунд Фрейд. Который сидел вот здесь, на веранде, перед кафе Фердинанд, в гостинице Фердинанд. И пил чай с венским штруделем, который активно посыпан корицей. А корица – это известный афродизиак. И у Фрейда появлялись какие-то эротические мысли в эту секунду. И вот тут он всю эту хрень свою дурацкую изобрел. Вы увидите, как готовят самый эталонно классический венский штрудель. Потому что два вида. Всем нам известный штрудель яблочный или аппельштрудель и творожный. Реже появляется топпельштрудель. А Сашка там дает дуба, потому что на улице градуса 4. А он в майке ходит. Ну да ладно. А мне жарко. Давайте закрывать окно. Я пойду внутрь, а Илья вам подробненько снимет, как готовят знаменитый аппельштрудель. О, топпельштрудель. Аппельштрудель. Аппельштрудель. Аппель. Я пошел внутрь, потому что пока готовят аппельштрудель, я даю дуба. Ну и хорошо. Но сиди там нормально. Еще кое-что вычитал пока. Вот как раз, когда вот это тесто здесь раскатывают, я узнал, что это блюдо готовят влюбленные кондитеры. Знаете почему? Потому что тесто для штруделя должно быть таким тонким, чтобы через него можно было бы читать любовные письма девушки. Я теперь понимаю Зигмунда Фрейда, вот эту бредятину, если чуть ли не он придумал. Через какое тесто люди читают любовные письма девушке? И что это за люди, если они читают письма девушке через тесто для штруделя? А что это за девушка? И что это за девушка, которая пишет письма, чтобы их читать через тесто для штруделя? Ну, снимай, я еще что-нибудь почитаю. Да, давай. То есть это тесто, на него мы сыпем панировочные сухари и яблоки с изюмом, намоченные в корицу яблоки. Так, ну вот, собственно, я уже умею готовить штруди. Вот еще что я узнал. По одной из устойчивых версий он произошел от восточной сладости пахлавы в 15 веке. А как мы знаем, здесь он укоренился в 1696 году, это 17 век. Ну, можно не включать эту информацию, если мы так воспеваем австрийский штрудель, то мы опустим эту версию. Просто скажем ее и опустим. Вот, я опускаю ее на штрудель. Смотрите, я анекдот пока прочитал. Бог спрашивает, этот штрудель был потрясающим, где ты взяла яблоки, Ева? Только обещай не злиться. Ну, всего доброго. Закрывайте меня. Ну, вот так лучше. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, потому что в Инстаграме вы узнаете то, чего вы не узнаете из наших блогов. И наоборот. Так что, эй, you, post us on Instagram. Я тебе сейчас расскажу вот эту информацию, которую ты любишь абсолютно бессмысленно. 180 градусов, 40 минут. А зачем надо в этот момент показывать меня? Покажи лучше Сашку. Чтоб ты это сказал зрителю, нашему зрителю. Хорошо. Друзья, чтобы приготовить штрудель, я совершенно не знаю, потому что Илья снимал рецептуру. 180 градусов, сколько минут? 40. 40 минут. Это мне наш блог? Какая красота. Я понял, что штрудель надо есть горячим. Так, я пробую стоя, потому что я примерзаю к стулу, когда сажусь. Ну, конечно, это потрясающе. Конечно же, это потрясающе. Это самый вкусный венский шницель, который я ел в Черногории. Это невероятно, вкусно, фантастично, это фантастично, прекрасно. Китаец – это признак успеха, такая восточная мудрость. А вот владелец этого заведения, Марио Плахута, это владелец этого заведения, наследник знаменитой династии Плахута, которую знает любой австриец, потому что это один из самых знаменитых рестораторов и поваров, существующих в Австрии. Вот этот ресторан, куда мы пришли, у меня есть товарищ в Москве, Игорь, который жил много лет в Австрии, и он сказал, если ты хочешь вкусно поесть, иди в Плахута. Они у себя представляли бы создали ту традицию, которая существует уже 150 лет, когда последний император Франции любил отведать это блюдо. Почему? А в Франции. Да, я в Австрии. У меня император Франции. Австрии. Спасибо, Илья. Не за что. Это блюдо стали уже было немножко забывать, а вот благодаря этой семье Плахута его восстановили вновь, и подают его так изысканно и пафосно, что стало визитной карточкой. Мы пойдем на кухню и посмотрим, как это блюдо готовится, чтобы насладиться вместе с вами. А вы, кстати, можете приготовить его дома, потому что, по сути дела, это мясной бульон с мясом. Вау, какие! Это вот кострец называется часть. Из альпийских лугов эта нога. Но не только нога, а вся корова из альпийских лугов. Это самое главное, из чего готовится таппельшпиц. Таппельшпиц, да. Кладем мясо в воду. Многие хозяйки смогут повторить эту процедуру. Два часа. Очень важно все время смотреть, как варится, поэтому два часа вы должны следить. Если вы хотите приготовить настоящий таппельшпиц, таппель – это стол, а шпиц, как Илья, твоя фамилия, да? Нет, у меня другая, Саша. Ну, шпиц – это наконечник остриева. Нет, это начальник генерала. А теперь я перевожу, как переводится, таппельшпиц. Это царица стола, как кукуруза. На медленном огне два часа. Я всегда думал, почему говорят, варите на медленном огне? Ну, какая разница, на каком огне? Запомните, если варить мясо или курицу на медленном огне, оно или оно остается сочным. Если на сильном огне, оно становится сухим, несмотря на то, что оно плавает в воде. Это главная мысль, которую я хочу вам сообщить. Прошло два часа. Мы начинаем добавлять мозговые кости. Для цвета и для аромата уже такой немножко подгрилеванный лук. Ну, можно и просто бросить. Сельдереевый корень. Корень сельдерея. Морковка желтая, морковка оранжевая. Лук порей, листья сельдерея. Все это мы варим 10 минут, когда по прошествии двух часов. Я всегда не так делаю. Я всегда, когда варю там курицу или мясо, я почти сразу бросаю все эти корни. Наверное, это неправильно. Надо оказываться на последние 10 минут. Только тогда они отдают весь свой аромат и вкус. Все, я неправильно готовил. За 10 минут они все равно остаются с хрустом. Не клеклые мозговые кости. Как это вкусно, как это вредно. Видно, что он холодный. Проверяем. Вы не сказали, что это холодный. Нет, я спарился. Прекрасный бульон, но кипяток. Надо пересекать волокна. Против волокон надо резать мясо. Запомните. Если по волокнам оно будет сухое, это мы его вскрыли. Сейчас происходит подача абсолютно так, как его подавали императору Францу Иосифу. Бульон с овощами, с перемешелькой. Отварная говядина Тафельшпиц. Значит, здесь есть инструкция еще, как его есть. Так просто же не получится. Сначала перелить бульон из кастрюли в чашку и съесть его ложкой. Потом вынуть мозг. Это ты делаешь постоянно. Я наконец понял твое предназначение. Вот в этом ресторане Плашута вынимать мозг всем. Да, тем не менее, сейчас вынимаешь ты. Посолить, поперчить и есть руками, не применяя столовых приборов. Мозг. А потом переложить мясо из кастрюли на тарелку, насладиться его вкусом и сочетанием со вкусом картофельной поджарки, овощей, соуса с молодым зеленым луком и яблочного хрена. Вот сейчас мы сняли, как это блюдо подавали Францу Иосифу. Я бы мог съесть, но я просто думаю о коллективе, о тебе, о Сашке. Потому что ты не Франц Иосиф. О Нормане. Да, я думаю о людях. И поэтому я не буду это сейчас есть. Вы сняли, как это красиво. Потом мы придем и уже не так красиво просто это перекусим. Ну давай, иди, а мы съедим сейчас. Ну вот видишь, это и есть вынимание мозга. Приятного аппетита. Только мне пришла в голову ослепительная идея проверять во всем мире цены на все, на жизнь, на еду по Макдональдсу. Как Илья сказал, что это, что существует? Индекс Бигмага. Индекс Бигмага. Давай тогда не будем Бигмага, а какой-нибудь чикенбургер. И будем по нему определять уровень благосостояния нации. То есть сейчас посмотрим, сколько в этом красивом замке в центре Вены стоит чикенбургер. И будем от него плясать. Сколько он в Москве стоит? 50. То есть в России стоит 50 рублей чикенбургер. Это сразу подготовиться нам к еврам. Это 7? 7, да? 7, да? 0,7 евро одного. Пошли внутрь. Чикенбургер здесь стоит евро 80. Коэффициент благосостояния венчанина, венца в два раза выше, чем россиянина. Это факт. Знаменитые виноградные улитки. Если дать ей возможность провести зиму в винограде, она вырастает вот такой вот, гигантской. Может и человека съесть. Мы находимся в Вене, ну, в 2-3 километрах от Вены, где знаменитый фермер по фамилии Гугмук разводят улиток. Многие пытливые зрители догадались, что это не настоящая улитка, это ее муляж. Но здесь написано, что когда проводится фестиваль улиток под Веной, то здесь свободный вход. Можешь прийти и попробовать этот деликатес. А вот там их плантация, где они растут. Я никогда не видел, как растут улитки. Пошли смотреть. Андреас, один из самых знаменитых улиткоделов в Австрии. Знаете, почему он один из самых? Потому что он единственный. Единственный мощный производитель, приготовитель и распределитель улиток по всем ресторанам Австрии. Улитки эти виноградные. И со слов Андреаса, я не сомневаюсь, что он прав. Потому что, будь мы в Испании или во Франции, такое же улиткодел бы нам то же самое рассказал. Что первоначально улитки появились именно здесь, в Австрии. И даже во времена Александра Первого, который гостил здесь, был прием, и его угостили улитками. Он был покорен. И с тех пор Александр Первый, со слов Андреаса, ел только венские улитки. В общем, вы видите эту ферму. Мне все это дико интересно. Если Илье удастся хорошо это все снять, вы увидите, как растут простые улитки. Вот эти дети, эти уже пострадавшие, это взрослая совершенно улитка, которую мы, надеюсь, сегодня съедим. Живут они вот под этими досками. Они, когда солнце, они вылезают на солнце по столбам, ползают. А когда солнце заходит, они под доску в тень естественную прячутся. И вот милая женщина поднимает эти доски, собирает улиток в ведро. Кстати, очень хороший предмет. Если вы встречаете женщину с пустым ведром, это, как вы знаете, к беде. Если вы женщину встречаете с ведром улиток, это счастье вам на весь будущий год обеспечено. Я был обвинил улиток в их глупости, потому что такое солнышко. Все валят с доски. Все. Через 10 минут на доске не будет ни одной улитки. Он говорит, наоборот, они очень умные, им на солнце они что-то перекусили, и теперь они идут туда под доску, чтобы заниматься сексом в темноте. Ну, а кто-то занимается сексом на свету. Вот эта пара, никого не стесняясь. А мы их раз и съедим. Вот так приходишь в огород за... Что это? Ревень. За ревенем. Но он тебе не нужен. Ты берешь досточку, поднимаешь. Оп! Паньки! А здесь улитки. Какие же они прекрасные. Залезли под доску, и ну спать. Поставим их обратно, потому что этих мы есть не будем. Мы будем есть других. Чтобы вам было не так их жалко, как мне, скажу вам, что вообще эти улитки страшные вредители. Они уничтожают урожай и с ними борются. Но, на мой взгляд, лучший способ бороться с улитками, это их есть. Мы, Илья, с тобой сейчас сделаем очень доброе дело. Мы поможем фермерам избавиться от вредителей. И чтобы виноград вырос хорошим, бесчервоточен, из которого получилось бы прекрасное вино, которое мы выпьем, уничтожая вредителей. Хорошая идея? Очень. Пошли. Берется такая форма, эксклюзивная, которую им специально делают. Потом кладут сюда эти улитки и заливают тремя видами масла. С петрушкой, по-моему, я забыл, с розмарином и с луком. Петрушка с чесноком. 200 градусов. Вот так, прямо у вас на глазах она запекается. А что я вам рассказываю? Вы все равно не будете готовить дома улитки. У вас что, дома есть улитки? Тараканов тоже едят, кстати. Но сейчас говорить об улитках. Кстати, если вы живете в Калининграде, я уверен, что многие наши подписчики там живут, у вас растут такие улитки, можете собирать их и есть. Поделитесь, напишите, есть ли у вас правильные виноградные улитки. Вот видите, я вам обещал, что мы убьем улиток и спасем виноград и выпьем вино. Так и произошло. На здоровье. На здоровье. Вот эту царю, вот эту скукоженую ел Александр I. Потом он ее съедал, дальше он брал тепленький хлеб и макавого масла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я хочу показать вам, как работает один из самых популярных ресторанов Вены. Я сам в прошлом ресторатор, и вот поверьте мне, тот часовой механизм, с которым работает эта кухня, он дорогого стоит. Это такой абсолютный критерий качества и совершенства. Каждый на своем месте, каждый знает, что он делает. Никакой излишней суеты и паники. Официанты шныряют, кажется, в каком-то хаосе, но в общем, быстро, четко, идеальный часовой механизм. Если бы мы были в Швейцарии, я бы сказал, работает как швейцарские часы. Вот, по пути в туалет здесь галерея знаменитостей, которые побывали в этом ресторане. Видите, Гуди Али, Джон Керри, Лотер Матеус, этот футболист замечательный, Амар Шриф, Михаил Горбачев, Ласин Доминго, Путин. Не хотел я заканчивать Путиным, но я пошел дальше разглядывать. Вот, несет. Я добавлю разные суп-филинки для вас. У нас есть ливерный дамплин, панкейки и нуделы. Это для супа. Это для Тафельшпиц. Это для Тафельшпиц. И это для ноги, немного джуци, потому что немного джуци. Это плечевой бульон, Илья заказал зачем-то. А это вот тот Тафельшпиц, который мы снимали с утра. Сейчас мы его без пафоса, без королевских осок просто будем пробовать. Но, прежде чем мы выковырим оттуда мясо, мы пробуем бульон с разными начинками. Вот с печенкой бульон. Мы просто заказали большой ассортимент разных блюд, чтобы показать вам разнообразие местного меню. Это по сути на одного человека. Да, можно потом в холодильник поставить и еще долго еть. Здесь есть меню на русском языке. Немножко корявый, но, в общем, все понятно. Аперитив, кладет, Тафельшпицы, многое другое, венские деликатесы, стейк из говядины. Я две позиции не понимаю, но, может быть, вы лучше разбираетесь в тонкостях русского языка. Среди венских деликатесов запеченные фильтры калипера. Запеченные фильтры калипера. В вегетарианском пакетные сумки хоумейд. Вот эти два блюда для меня надо было заказать. Особенно фильтры калипера. Сашке принесли стейк-филе, мне перечный стейк. Это нам гарниры, картошка, шпинат. Пока он ушел, я могу сказать, что это дико выгодный ресторан. Вот этот знаменитый Тафельшпиц стоит 24 евро, а приносят его в кастрюле с бульоном, который можно вчетвером есть-есть и еще на завтра в холодильник поставить, не говоря про мясо и гарниры. То есть это дико выгодно, потому что вот это тоже стоит 26 евро. Ты плечо брал? Лопат. Лопатку небольшая. Шеф пришел, посмотрел все ли у нас хорошо и ушел. А этот снимает свою тарелку. Я расскажу про шефа, про мистера Плахутто. 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 Субтитры сделал DimaTorzok